Вот вы подходите и говорите, я светил стул в тишинах! Да, прям на самом-самом-самом. Работа кипит полным ходом. Театр имени Куинджи из Новоалтайска готовится к показу спектакля «Это ж надо так» по мотивам рассказов Василия Шукшина. И не просто на любительской площадке, а на сцене Алтайского театра драмы. А началось все с участия в фестивале «Характеры» в рамках шукшинских дней на Алтай. Результатов конкурса ждали с замиранием сердца. Стали давать места. Значит, третье место, второе, первое. Лауреаты. Мы напряглись. Потом вдруг говорят о том, что нас заявлено по фестивалю Гран-при, которое будет как награда, показ в театре имени Василия Макарыча Шукшина, спектакль. И называют нас. Вот тут мы все не на шутку и искренне просто обалдели. Мы кричали «так», мы радовались, как вот обычно, вы радовались, знаете, там где-нибудь на Евровидении или на хоккей. Театр начал свою работу почти 10 лет назад. За это время здесь образовалась труппа из людей разных возрастов и разных профессий. Я инженер-конструктор. Ну, а здесь, ну, это как частичка счастья. Вот, если представить, например, как сегодня. Целый день за компьютером, напряженная работа, нервы натянуты, глаза болят, мозг кипит, тело захрясло от одного положения. И приходишь сюда, и здесь можно подвигаться, попроживать эмоционально все. Совсем другая атмосфера. Я здесь со второго дня, как образовался театр, пришла случайно. Хотя я никогда не грезила сцены. В детстве я, конечно, играла. Принцев. Знаете, во дворах раньше ставили спектакли. Это было просто моим плампом. Принцев играть. Но сюда пришла и действительно осталась. А некоторые участники настолько прониклись творчеством, что решили сделать свое увлечение профессией. Арине всего 15, младше нее только 14-летняя актриса. Когда Арина закончит школу, пойдет поступать на актерство. А пока юные таланты на ощупь изучают это искусство и делятся умением перевоплощаться. Я играю Лиду. Соответственно, главную роль в спектакле «Лида приехала». Проживаю, создаю отдельный образ отдельного человека. И каждый раз перед выходом стараюсь с ним входить в единое, в целое, так скажем. То есть она тебе не близка? Нет. Расскажи немножко поподробнее про Лиду. А Лида, она такая раскованная, более, можно сказать, свободолюбивая. Она не терпит отлагательств. И ей нужно как бы вот все и сразу. И поэтому нужно с ней еще успеть договориться. А договориться и выполнить все задачи режиссера – основная миссия актера. Волнуется перед выходом на сцену, но держит в голове все задуманное, рассказывает руководитель театра Александр Лопатюк. Прежде всего, конечно, это внутреннее проживание, правда проживание, выпуклое существование на сцене и создание другой реальности. Чтобы зритель в зале хотя бы на какое-то мгновение забыл, что они смотрят артистов каких-то, чтобы они погрузились в тему. И мы стараемся, чтобы это социально всегда как-то где-то отзывалось, пересекалось с жизнью, чтобы была всегда какая-то правда. Показ спектакля «Это ж надо!» так на сцене Краевого театра драмы пройдет 7 октября. Он будет премьерным для простого, не фестивального зрителя. И станет важной точкой в истории театра, ведь их творчество признали профессионалы. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.